О том, что интересного в городе и области произошло в первый понедельник июля, вы узнаете в ближайшие минуты. В эфире Первого городского службы новостей «Город» в студии Николай Храмов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Неспортивное воровство. Экс-глава Калининградского Минстроя Амир Кушков арестован в Москве. Отходы различного класса опасности в перемешку с грунтом. По Зеленоградскому обнаружили незаконную свалку. На южном обходе произошло лобовое столкновение «Опеля» и «Тойоты». Есть пострадавшие. Кто виновен в ДТП? Путепроводу «Быть» до конца года на острове вдоль второй эстакады проложат автодорогу. Их главные заповеди защищать слабых, всегда говорить правду и бороться против зла. На острове Канта прошел рыцарский турнир «Золотой меч». И главные теми дня. Неспортивное воровство. Экс-глава Калининградского Минстроя Амир Кушков арестован в Москве. Его подозревают в хищениях при строительстве стадиона к Чемпионату мира 2018 года. Как сообщает информационный портал Life, речь идет о контракте на подготовку земли под Балтик-ареной. Там требовалось укрепить почву, насыпать миллионы кубометров песка, вкопать дренажные трубы и провести дороги. Тендер на это получил Global Electro Service. Глава этой компании Хачим Эристов и замглавы регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский тоже взяты под стражу. Следователям предстоит выяснить, не могли ли подрядчики в сговоре с чиновниками сэкономить на песке. Постановление об избрании меры пресечения опубликовано на сайте Тверского суда города Москвы. Задержанные уже подали апелляционную жалобу. Напомним, Амир Кушков в декабре 2016 года написал заявление об увольнении из регионального правительства после проверки деятельности регионального Минстроя. Ее результаты тогда направили в правоохранительные органы. У нас есть опасения, что возможно имели место какие-то нарушения законодательства. По мере того, как наше министерство по контролю будет заканчивать все проверочные мероприятия, они будут постепенно поступать в заинтересованные правоохранительные органы. А на минувшей неделе в правительстве Калининградской области в офисе компании Global Electro Service прошли обыски. Партнер рубрики «Тема дня», сеть магазинов обуви для всей семьи, «Каприз» и «Каприз Color». И к другим темам. По Зеленоградскому нашли незаконную свалку. В поселке Каменка ее обнаружила группа мониторинга «Зеленого фронта». На огороженной территории складировались отходы различного класса опасностей в перемешку с грунтом. Теперь собственнику земли грозит штраф. Кирпичи, камни, полиэтиленовые пакеты и гниющие доски – такую дручающую картину застал «Зеленый фронт» в ходе сезонного рейда. Фотографии были отправлены в Роспотребнадзор. Через несколько недель комиссия подтвердила – строительные отходы на частной территории в поселке Каменка представляют опасность как для людей, так и для окружающей среды. Любые строительные материалы, которые используются, они должны быть экологически безопасными и не иметь в определенной временной перспективе каких-либо негативных последствий. Поэтому мы надеемся, что все-таки собственник данного земельного участка вывезет и утилизирует эти отходы в соответствии с действующим законодательством. Эта свалка не единственная в Каменке. Буквально в 100 метрах от нее расположилась другая, уже с текстильными отходами. Роспотребнадзор предупреждает – частная территория не дает владельцам право на хранение крупногабаритного мусора. Необходимо своевременно вывозить отходы и утилизировать их в соответствии с классом опасности. По закону при нарушении этого, собственник плачет штраф и обязуется в соответствующие сроки провести утилизацию мусора. Если жен этого не делает, штраф возрастает от нескольких десятков до сотен тысяч рублей, вплоть до полного банкротства. При этом Зеленый фронт надеется – до серьезных мер дела не дойдет. Если мусор вывезут быстро, жителям Каменки не придется обращаться в вышестоящие органы, как это сделали в Балашихе, пожаловавшись на свалку на прямой линии с Владимиром Путиным. Тогда, в течение недели после обращения, свалку закрыли на ликвидацию. В интернете любой желающий может проследить за ходом работ в онлайн-режиме. На участке улицы Пролетарская от улицы Сергеева по направлению к улице Шевченко запретят парковать машины. Вскоре там установят знаки «Остановка запрещена» и табличку «Работает эвакуатор». Сделано это будет для того, чтобы облегчить движение. О других не менее интересных новостях далее короткой строкой. Партнер рубрики «Короткой строкой» – магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». До конца года на острове вдоль второй эстакады проложат автодорогу. По словам чиновников, проект готов, и в настоящее время идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Сейчас же на улице генерала Павлова автомобильная дорога практически отсутствует, и передвигаться на машине можно только по некоторым участкам около домов. Новая дорога будет пролегать вдоль второго эстакадного моста и соединить две набережные генерала Карбышева и ветеранов. Сегодня госавтоинспекции исполнился 81 год. В Калининградском отделении честовали ветеранов службы и награждали выдающихся сотрудников. Только за прошедшие полгода было зарегистрировано 446 и пересечено более 220 тысяч дорожно-транспортных происшествий. По словам в Рио начальника Калининградского отделения госавтоинспекции Геннадия Бубенова, сейчас ГИБДД готовится к чемпионату мира по футболу, а приближающийся день города станет хорошей репетицией. Мы активно работаем со всеми структурами, которые занимаются подготовкой города к празднованию чемпионата мира FIFA 2018. В общем-то, уже нарабатываем определенные практические навыки при проведении массовых мероприятий, в том числе и день города, который также будет с большим количеством граждан и гостей города проводиться. Соответственно, мы на этих мероприятиях уже оттачиваем наши навыки для проведения чемпионата мира по футболу. На Сатлогорском направлении в период проведения международного кинофестиваля Балтийские дебюты назначаются дополнительные вечерние поезда. Подробное расписание пригородных электричек размещено на сайте Калининградской железной дороги. Билеты можно приобрести заранее на сайте, а также в кассах и терминалах на вокзалах. Напомню, что кинофестиваль пройдет с 4 по 8 июля. Приглашаем вас от праздного День города вместе с нами. Площадка Первого городского будет находиться в Центральном парке. На улице хорошего настроения вас ждут конкурсы и розыгрыши с призами и подарками, а также детская программа. Партнеры Дня города от Первого городского – сеть аптек для бережливых, правовая поддержка Татьяны Зубатовой и сеть магазинов золотоваров «Лапки». С понедельника по четверг включай Первый городской ровно в 7 и начинай свой день вместе с шоу «Утро на колесах». Заряжайся энергией и позитивом на весь день, а также у каждого Калининградса есть возможность побывать в нашей телестудии, получить бесплатный кофе, передать привет своим родным и близким. Звони к нам в прямой эфир по номеру 99-49-29. Припаркуйте наше мобильное телестудие на Нижнем озере напротив Дома Советов. Партнер рубрики «Короткой строкой» – магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». Сильные, как медведи, и стремительные, как пантеры. Средневековые рыцари скрестили оружие в центре Калининграда. На острове Канта в выходные прошел турнир «Золотой меч». В его программе, как и 600 лет назад, поединки, соревнования по метанию топора и стрельбе из лука, ярмарка ремесленников. Гости тоже могли пристреляться и примерить на себя латы и шлемы. Была и романтическая составляющая. Вечерами звучали музыкальные посвящения прекрасной даме. Эксперты предлагают рыцарское наследие региона сделать визитной карточкой Калининградской области наравне с янтарем. В тренде ли сегодня рыцари и как стать благородным воином, расскажет Катерина Брынюк. Несколько столетий назад прямо на этом месте также звучали звон железа и восхищенные возгласы публики. Организаторы «Золотого меча» довольны. Впервые современный турнир проходит у стен Кафедрального собора. Это единственное здание Тевтонского ордена, которое сохранилось в Калининграде. «Черный рыцарь» Юрий Быков приехал на турнир из Литвы. Абсолютно чемпион мира по метанию ножей уже 30 лет тренирует воинов. Его ученики стали именитыми каскадерами и мастерами по оружию. В наше время быть просто рыцарем невозможно, поэтому те, кто увлечен всерьез, ищут себе работу, близкую к хобби. Руки Юрия одинаково искусно держат меч и молот. Все свое облачение он выковал сам, а его реплики средневековых доспехов выставлены во многих музеях Литвы. Пытаюсь, ну как сказать, работать больше с вооружением. Я смотрю их боевые качества, пытаюсь, ну думаю, чего в жизни не хватает. Где-то меч облегчит, где-то утяжелит. Ну и нам, с одной стороны, проще, потому что тут же эти наши вещи железные проходят испытания. Мастер на вскидку приводит цифры. В Прибалтике счет увлеченных турнирным спортом идет на десятки. А вот в России, Польше и Украине на тысячи. Даниил Скорынин тоже грезит железными поединками. Его научила стрелять из лука мама искусствовед. Школьник рассказывает, современному лучнику работать над собой приходится и в спортивном, и в читальном зале. А вот его средневековым ровесникам такие умения прививали с младых ногтей. В действующей армии уже в 11 лет ходили на войну. Родственники, в общем-то, королевской семьи отдавали тем, кого знают из рыцарей. Они их обучали искусству на мечах, стрельбе из лука, ближний бой, ездить на лошади. Не мылись и были беспомощны при переодевании. Как бы ни старались реалисты-историки разоблачить идеальный образ рыцаря, многие верят, под броней у каждого воина было трепетное сердце. Как узнать по поступкам, да и просто по глазам. По успехам, по вооружению. Должен защищать женщину. У рыцаря должно быть отважное сердце, а это видно по глазам, по искре в глазах. Железной палкой махать всякий мужик может, а быть галантным джентльменом все-таки, наверное, далеко не каждый. И сейчас в нашем современном обществе это особенно ценно. Сейчас женщин носят на руках только в иносказательном смысле. Мужчине 21 века порой тяжело сделать это по-настоящему. Но сегодня здесь себя можно почувствовать прекрасной дамой, ради которой действительно сильный пол готов на подвиги. Как тут не нарастить мышцы, когда вес доспехов начинается от 30 килограммов. А по травмоопасности этот спорт сравнивают с хоккеем и боксом. В России нет чемпионата, но есть множество турниров различного уровня. Организаторы мечтают, когда-нибудь и золотой меч станет с ними в один ряд. Во многих таких состязаниях участвуют лишь по приглашениям, но в целом спорт остается открытым. Нужно рыцарское видение мира, минимальное соблюдение рыцарского кодекса. А дальше вы можете выбрать любой из существующих у нас великолепных клубов. Начиная от самых топов их, типа Западной башни, до молодых, которые появились в прошлом году, того же Золотого льва. И в зависимости от того, походить в один клуб, второй, третий, подобрать себе по духу, по доспехам, по интересу клуб. И пожалуйста. Сейчас вообще все просто. И только ресталищи покидают профессиональные бойцы, как и сотни лет назад. На него выбегают мальчишки с деревянными мечами и щитами. Рыцари 21 века уверены, тема благородства и доблести не стареющая. Катерина Бринюк, Алексей Пономарев, служба новостей, город. И вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. На южном обходе произошло лобовое столкновение Опеля и Тойоты. Есть пострадавшие. Кто виновен в ДТП? Необычный зверь в центре города. В Калининграде жители вместе с МЧС спасли бобра. Дождь отдыху не помеха. Калининградцы и гости города рассказали о том, как провели первые выходные июля. Об этом и не только подробнее сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Трагедия на улице Красной. Сегодня утром в трехэтажном кирпичном доме произошел пожар. Загорелся диван и постельные принадлежности. Выехавшие на место пожарные не смогли спасти 85-летнюю жительницу квартиры. Пенсионерка погибла. В настоящий момент ведется расследование. О других новостях с места происшествия смотрите далее в нашем выпуске. В субботу на Южном обходе произошло лобовое столкновение. Опеля и джипа Тойоты. По предварительным данным водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По словам очевидцев, пострадавших зажало в кабинах. Для того, чтобы их вытащить, МЧС потребовалось распилить автомобиль. Все участники происшествия, кроме ребенка, находившегося в «Опеле», получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Похитили ковш от экскаватора. Сообщение о краже поступило в дежурную часть УМВД директора одного из предприятий. Следствием установлено, злоумышленники вывезли на микроавтобусе ковш весом 200 килограммов. Деталь сдали на пункт приема металлолома. Ущерб предприятию превысил 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. В воскресенье упавшее дерево перегородило трамвайные пути. В результате происшествия движение было заблокировано в течение нескольких часов. Причины падения дерева уточняются. Пострадал из-за ремонта в Багратионовске на пересечении улиц Дружбы к Ленинградской легковой автомобиль въехал в дерево. По словам свидетелей, девушка за рулем не справилась с управлением из-за ремонта на дороге. В результате столкновения у автомобиля поврежден капот. Водитель не пострадала. Кристина Бугоицына, Екатерина Михайлова, Служба новостей город. В Дубае появится скорая помощь только для женщин. Накрашенная в розовый цвет машина будет доставлять медиков для оказания срочной помощи женщинам и детям. В частности, в случае родов. При этом в состав бригад будут входить исключительно представительницы слабого пола. Какие еще бизнес-новости обсуждают в мире, расскажет моя коллега Полина Степанюк. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – квартал на улице Солнечной в Светлогорске. Здравствуйте! И по традиции начнем с мировой бизнес-новости. Компания Uber запустила в Хорватии сервис UberBot, позволяющий вызвать водное такси. Клиенты могут выбрать свой маршрут, либо дождаться такси по расписанию. Быстроходные катера, вмещающие до 12 человек, в течение лета будут курсировать между популярными среди туристов местами – городами Дубровник и Сплит, а также островом Хвар. Предлагается два вида услуг – маршруты между материком и островом, а также аренда скоростного катера на полдня и целый день. Перейдем к другим средствам передвижения. В Санкт-Петербурге планируют открыть совместное корейско-российское предприятие по выпуску электромобилей. Этот вопрос обсудили мэр северной столицы Георгий Полтавченко и глава Сеула Фак Вон Сун. На данный момент уже ведутся переговоры с Хёнде об изготовлении автомобилей. Напомним, у завода в Петербурге с января по май 2016 года выпустили 111 тысяч машин. Прибыль от продаж только Хёнде Солярис составила почти 2 миллиарда долларов. Россияне назвали самые коррумпированные сферы общества. Медицинализируют. Каждый четвертый, к тому же, отметил ГИБДД – 22% назвали сферу ЖКХ. Кроме того, 18% назвали подверженной коррупции в судебную систему, 17% – власти на местах, 16% – в полицию, 12% – в сферу образования. Федеральные власти и парламенту опрошенные отдали 5%. И к новостям местным. Калининградская область надеется, что строительство в Пионерском терминала начнется летом-осенью этого года. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Антона Алиханова, компетенции региональных властей охватывает развитие коммунальных услуг. Реализация проекта послужит дополнительным аргументом в пользу возобновления строительства порта. Калининград ищет инвестора для освоения правой набережной реки Приголе. Глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин выступил с докладом в Москве. Основа презентации – это фотографии в крупном и более детальном масштабе, как выглядит эта территория. Культурное наследие по плану будет соблюдено. Возможно, нужно будет перестраивать саму набережную, сделать более привлекательным для туристов. Это были все актуальные бизнес-новости к этому дню. Меня зовут Владимир Степанюк. Всего доброго. Житель Платин в центре города. В воскресенье у стоянки торгового центра на проспекте Победы нашли бобра. Животное было испугано, пряталось от людей под машиной. Заметившие его сотрудники полиции вызвали МЧС. Вокруг лесного жителя быстро собралась большая толпа. Люди фотографировали непривычного для города зверя, но близко к нему подойти не решались. За соблюдением порядка следили сотрудники полиции. Бобра держали у стоянки, не давая выйти на проезжую часть. Несколько сердобольных жителей возмущались этим. Однако, по мнению волонтеров, оставшись без людского надзора, бобр быстро попал бы под машину. Поэтому для обитателя леса оказаться на проспекте Победы в разгаре дня было большой удачей. Если бы это было вечером, потому что вечером, в воскресенье все по своим делам пойдут. И, скорее всего, не обратят на это внимания никакого. Или просто сделают фотокарточку в Инстаграм и пройдут дальше. А никаких мер не примут. Не трогайте, пожалуйста, бобра. Бобер в центре города явление неожиданное, но неудивительное. На территории Калининграда протекает несколько больших водоемов, соединяющихся с лесными. Бобры передвигаются по ним не первый год. Находясь в городе, стараются быстро ретироваться. Укус бобра может доставить немало неприятностей. Поэтому подходить к ним категорически не рекомендуется. В первую очередь, не стрессировать животное, не подходить к нему близко. Потому что реакция у бобра намного выше, чем у любого тренированного спортивного человека. И раны, которые он может нанести, очень-очень могут быть болезненные и существенные. На территории Калининграда непосредственно этими вопросами занимается служба МЧС. В данном случае сотрудники милиции сделали все совершенно правильно. Обезопасно территорию, где находится дикое животное, от посторонних, в принципе, посетителей. Всегда нужна специальная подготовка для работы диким и животным. Сотрудники МЧС подъехали на место происшествия в течение получаса. Животное поймали и отвезли за пределы города к водоему. Ну а о том, как калининградцы и гости города провели эти дождливые выходные, смотрите в нашей постоянной рубрике «Ваши хорошие новости». Партнер рубрики «Хорошие новости» – уникальный молодежный цирк в Центральном парке. Выходные очень-очень тяжело, но все это для доброго дела. Мы поставили шатер цирковой в парке Калинина, да, и все выходные его разгружали и вмонтировали. И даже вот сейчас продолжаем это делать. Но все это для детей, все это для светлого дела, поэтому мы очень рады и будем надеяться на лучшее. Никуда не ходил, ничем интересным не занимался, к сожалению. Все в пределах. Да, погода какая интересная. Хотел на косу ехать. Ну вот последние сколько там дней, вот сколько дождь шел, два-три дня, вот столько дома и сидели. Куда выходить? Как там мокро. Все хорошо, но мокро. Выходные были дождливыми, но тем не менее я их провел на водоеме с парусом, катался на кайтсерфинге. С друзьями смотрели футбол, боряли за чили, но проиграли за чили почему-то. Очень печально. Ну, выходные? Чем мы занимались? Ждали солнце. Когда ждали солнце, вот и чем вы занимались? Мы дом строили. Да, поэтому мы занимаемся строительством. Хорошо, братцы. Мы дома были, мы лежим в больнице, лежали. Нас выписали, вот пришли погулять. Ну, выкатные мы с ребят урезали на море, значит, да? Кушали шашлычок, загадали, купались. Играли в футбол, ну, отлично, рейхли. Абсолютно. Все было очень хорошо. Все говорят, плохая погода у нас, хорошо, плохо. Партнер рубрики «Хорошие новости» – уникальный молодежный цирк в Центральном парке. Какие курсы иностранных валют по отношению к рублю установил Центробанк на вторник, расскажем далее. Курсы валют на 4 июля. Доллар США – 58,97 рубля. Евро – 67,20 рубля. Польский злотый – 15 рублей 86 копеек. Во второй половине июля в Калининград придет-таки долгожданное тепло. Синоптики обещают, что с 18 июля в городе потеплеет до плюс 25 градусов. При этом дожди прекратятся, а начало августа будет солнечным и теплым. О прогнозе погоды на завтра расскажет моя коллега Мелания Герц. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф. Здравствуйте! 3 июля по народному календарю день Мефодия Перепелятника. В этот день на Руси поспевали хлеба. На поля слетались перепела. Увидеть белого перепела – к большому счастью. А если поймать эту птицу, всю жизнь будешь держать удачу за хвост. От народных примет к прогнозам синоптиков на вторник, 4 июля. Днем в Калининграде будет малооблачно. Ожидается дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 15 градусов. Вечером столбик термометра опустится на 1 градус. Ветер западный – до 7 метров в секунду. Продуктивной вам недели. Увидимся на Первом городском. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф. Если вы стали свидетелем интересного события и успели снять его на камеру своего мобильного устройства, звоните нам в редакцию по телефону 555-085. Ну а это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Как будут события развиваться дальше, вновь расскажет служба новостей «Город». В студии был Николай Храмов. Всего вам доброго и до встречи в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова